Всем добрый день, меня зовут Настя, я мама сына, которому на сегодняшний день год и 4 месяца. Буквально последние 2 месяца я стала замечать за ним такое поведение, которое в принципе не должно соответствовать его развитию в его возрасте. То есть его поведение меня очень насторожило, в том плане, что сначала я заметила, как он равнодушно относится к тому, когда я его зову, когда я пытаюсь его привлечь к каким-то играм. В общем, другие также факторы, так как я внимательно относилась к его обучениям навыков, я заметила его именно, так скажем, пофигизм к тому, что я от него хочу. Сперва я как-то отнеслась к этому, как просто ребенок, значит, не заинтересован, значит, нужно попробовать что-то другое, там или он проявляет так свой характер или еще что, да, но потом я решила проверить его слух, так как я опасалась того, что он имеет какую-то глухоту, поэтому не реагирует, когда к нему обращаешься. Но все это исключили, и я поняла, что мы столкнулись с проблемой, которая, как я поняла сейчас, в принципе, очень банально. Это такая проблема, как аутизм. И, конечно же, я очень тщательно стала изучать эту тему, я стала подробно ее студировать, то есть сравнивать со своим малышом, все совпадало. И я впала, конечно, в отчаяние, у меня случился стресс, у меня случились такие перепады в настроении, что я, можно сказать, уже была готова впасть в депрессию. Но, как я так, я не имею права, потому что только будучи сильной и знающей, умелой мамой, я смогу помочь своему ребенку. Слезами же, конечно, тут ничем не поможешь. Я стала наблюдать за мамами, которые в Ютубе выкладывали видеозаписи о том, как их дети стали меняться после сеансов с Давидом, про которого они так светло отзывались, и мне стало интересно, что же это такое за человек Давид. Знаете, я вышла к нему на связь через скайп, я сказала ему, что, знаете, Давид, вы для меня как спасательная ниточка, за которую я хочу зацепиться. И он сказал, цепляйся. И вот мы начали с ним обсуждать, говорить о нашей проблеме. Вы знаете, он действительно меня воодушевил на то, что у нас не все потеряно, что все у нас будет хорошо, и что мы с этим справимся. И первый сеанс наш проходил на пару со мной и с моим малышом. Мой малыш был в кроватке у себя и смотрел, как я общаюсь с Давидом. И когда мы начали с ним сеанс, мой малыш начал засыпать. Хотя это мне показалось даже немного удивительным, ведь при каких-то стараниях привлечь, допустим, Семена к разговору по скайпу с кем-нибудь, он все время убегал, он все время отворачивался или пытался как-то заняться своим делом, ковыряться в каких-нибудь игрушках. А в этот раз он просто спокойно лежал и уснул. На следующий день я позвонила Давиду, мы также начали разговаривать, обсуждать и продолжать сеанс. И так мы занимались с ним в течение четырех дней. Я заметила, как мой ребенок стал мне улыбаться, как ребенок стал спокойнее себя вести. И главное, я обрела действительно веру и какую-то духовную спокойность за то, что меня очень сильно волнует, но мешало мне жить вот эти все дни, мешало мне концентрироваться на чем-то важном. И полностью просто окутывала в омут депрессии, нервозности и отчаяния. Давид за пару каких-то сеансов избавил меня от этого, чему я безумно ему благодарна. На последнем сеансе он просто говорил мне, улыбнись, улыбнись, как только видел грусть на моем лице. И знаете, сказал мне такой муж, который мне в принципе об этом говорит, я натягивала улыбку, но внутри себя я не чувствовала эту улыбку, понимаете. То есть я улыбалась, чтобы просто не беспокоить никого из близких. Но когда мне сказал это Давид, я действительно улыбнулась, и мне стало тепло. Спасибо вам, Давид, большое за вашу отзывчивость, за ваше неровнодушие. Я очень надеюсь, что мы и дальше будем продолжать с вами держать связь, и мы действительно поможем нашему малышу стать намного лучше.